Ожидается, что с 2020 года стандарт станет обязательным для всех производителей продукта. Эта норма четко укажет, какой именно продукт имеет право называться краснодарским чаем. В каждом из сортов должен содержаться определенный процент чайного листа, выращенного в крае. Например, для сорта букет предусмотрено стопроцентное содержание таких листьев. Для сорта экстра допускается 75. Пока в столице идут согласования, в Сочи бережно выращивают чайные кусты. Самая старая плантация здесь, в Салахауле, высажена 118 лет назад. Так называемые маточные кусты привез в Сочи пионер выращивания русского чая Иуда Кошман. Здесь жил, работал, здесь же и похоронен. Дом и опытный участок стали популярными туристическими объектами. Летом, особенно когда со всей страны люди съезжаются отдыхать на море, и они пробуют чай, потом уже по почте они заказывают этот же чай. Много людей, которые уже просто на наш чай переходят, потому что он вкусный. Развитие агротуризма на сочинских плантациях поспособствовало и омоложению коллектива. Перспективами чаеводческой отрасли заинтересовалась молодежь. Последние 3-4 года молодежь клинивается, возвращается, не уезжают, работают, оставляют. Сейчас все уходные работы в основном проделаны молодежью. Подготовка к сезону чая уже завершилась. Сейчас ждем только, как говорится, погоду. На сегодняшний день местный чай не уступает по качеству многим знаменитым сортам. Более того, сочинский чай, но уже с мацестинских плантаций, планируют экспортировать в Сербию. Об этом недавно договорились представители Балканского государства и сочинские производители. Балканского государства